на вторую позицию тем временем второй полуфинал и получается что он 330 очков отыгрывает у лидера 330 а проигрывал 370 что сейчас разрыв в 40 очков всего лишь да надо конечно андролойту добавлять постараться постараться прибавить потому что 1500 метров будет очень и очень тяжело во втором во втором полуфинале лучший лучший результат имеет американец нох лайлз ну он здорово бежал и в предварительном забеге 10 двадцать одна у джека хайлы из астралии 10 27 японца такеды 1031 у мануэля и тела из германии он по 3 дорожки 1033 даррика сильва из бразилии по 6 аливер бромби по 4 10 40 и вот она нох лайлз берег сильва но американец чемпион соединенных штатов америки личный рекорд 10 14 по результату кажется что он здесь должен очень легко выйти финал очень высокий результат а а а Итак, Лайлз по пятой дорожке. Джек Хейл Австралия по седьмой. Такеда по восьмой. Мануэль Эйтирис в Германии 10.31 по третьей дорожке. Мануэль Эйтирис в Германии 10.31 по третьей дорожке. Понятно. 10.22. И кто Сильва? Сильва стал вторым. Напомню, в первом забеге у итальянца 10.26. Сейчас американец показал более высокий результат. 10.22. И да, Бразиль и Сильвия дают второе место и вторую путевку в финал. 10.37. 10.36, 10.43 пока проходящие результаты. Так что 10.36 останется. И подождем сейчас четвертого результата. Ну, понятно, что здесь третий Оливер Бромби. Итак, британец Бромби. Британец Бромби и Чемберзе в Германии 10.36, 10.37 пока имеют шансы на выход в финал. На австралии Джек Хейл 10.45, здесь четвертое место. Ну и Бромби установил личный рекорд. И хорошие шансы на выход пока. Но посмотрим еще впереди один полуфинал. Вот вы видели еще раз финиш этого забега. Сейчас небольшая реклама. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.